Я тут посмотрел... Здравствуйте! Я тут посмотрел свою лекцию, которая была началом вот этого кусочка, связанного с Linux. Я помню, что я так жалобно говорил, вот, я составлял план сегодняшней лекции, он оказался на трех страницах, поэтому у нас будет их, скорее всего, две, у нас их уже было три, если вы помните этих лекций. План сегодняшней лекции на четырех страницах. В общем, чем дальше, тем интереснее. Вау! Значит, ну, я постараюсь все-таки сделать так, чтобы приблизиться к концу. Плохая, негодная тряпка. О! Хорошая, годная тряпка. А, нет, она такая и есть. Она хорошая, годная, но вся пропитана мелом насквозь. Значит, мы на чем остановились в прошлый раз. В прошлый раз мы галопом пробежались по такой теме, которая называется пакеты, и эту тему вообще надо повторить. Так что я несколько покривил душой, как говорил, что план сегодняшней лекции четыре страницы. Одна из этих страниц это повторение того, что было в прошлый раз. Я постараюсь повторить очень-очень быстро, потому что на самом деле очень-очень медленно было в прошлый раз. Значит, что такое пакет, да? Пакет это, я даже писать не буду, чтобы сэкономить время. Пакет это такой архив, который в силу стандартизации каталогов в Unix-подобной системе мы просто распаковываем туда, и на этом уровне мы уже должны ввести некоторое понятие о заголовке такого архива, в котором бы содержался список файлов, которые мы распаковываем, вот, а также, ну, список, ладно, список из архива можно добыть, а также кое-какая информация об этом пакете. Вот, например, когда мы этот пакет удаляем, мы хотим знать, какие файлы в нем были, чтобы их все удалить, да? Соответственно, он в виде архива-то уже не присутствует, он в виде распакованного дерева файлов, вот. Или, когда мы удаляем этот пакет, или, скажем, обновляем этот пакет, а там у нас получился конфигурационный файл, был бы неплохо, чтобы с этим конфигурационным файлом были отдельные пляски, например, он не удаляется или переименовывается, или что-то еще, потому что он, ну, как бы его удалять неприятно, вот. Вот, или, если в пакете есть документация, есть такой режим установки без документации, если на той машине, на которой мы будем это все эксплуатировать, никто никогда ее читать не будет, потому что она робот, она киоск, или еще что-нибудь в этом быть. Значит, при установке и удалении пакета происходят какие-то общесистемные действия, связанные как раз с регистрацией, определением списка файлов, ну, вот такие вот. Кроме того, кроме общесистемных действий, над пакетом производятся действия специфические для данного пакета, так называемые установочные и постустановочные сценарии, когда после того, как пакет устанавливается, надо что-нибудь запустить такое, вот, или после того, как он удаляется, надо что-нибудь запустить такое, вот, и это зависит от пакета, мы как бы в самом пакете, в спецификации его пишем, что запустить и их каких случаях вот таких сценариев может быть много то есть случаев которых это нужно запускать может быть много вот кроме того есть сценарий которые человек сделавший пакет сам руками указывает а есть какие-то автоматические сценарии которые запускаются в том случае если например в пакете был файл специального вида была библиотека лда конфиг запускается был десктоп файл перезапускается сборщик десктоп кэша и так далее это называется триггеры такие 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 специфичные для содержимого пакета сценарий которые запускаются не потому что не в пакете написано а потому что они суть свойства типов файлов которых пакете наизе вот при установке пакетов могут возникнуть и всегда в общем то возникают зависимости то есть один пакет нельзя устанавливать без другого пакета вот самый типичный пример это конечно библиотеки у нас есть программа собранная с там какой-нибудь графической библиотеку который какой-нибудь графический интерфейс предоставляет и таких программ в пакетах у нас тысячи тысячи программ собранных с там gtk2 соответственно пакет содержащий библиотеки gtk21 на самом деле их чуть больше потому что еще есть понятие распиленных пакетов когда у нас часть библиотек в одном часть другом для удобства вот но идея состоит в том что конкретный боба библиотек там либо gtk плюс 2 она содержится в одном единственном пакете и все остальные пакеты которые хотят либо только плюс вынуждены говорить что я без пакет под названием содержащим библиотеку любит гтк плюс доработать не будет здесь возникает вопрос а что такое зависимости зависимости бывает непосредственно пакет то есть когда в пакете сказанная пакет такой то не буду работать без пакета такого-то вот это не всегда удобно это удобно когда эти зависимости расставляются вручную совсем вручную вот монтейнер пакета собрал его таким образом что без других пакет он не ставится вот в других случаях удобнее сделать так что я пакет такой-то не буду работать без такой-то библиотеки такой то версии это чуть более интересная ситуация потому что зависимость на библиотеку такой-то версии во-первых это независимость на пакет а зависимость на какой-то пакет который предоставляет некую сущность под названием библиотека такой-то версии а вторая это уже имеет отношение к сегодняшнему разговору вторая подробность состоит в том что такого рода зависимости можно вообще генерить автоматически вот мы собрали пакет до собрали бинарник какой-то для него нужен ну все тот же либо т.к. плюс 2 то что для него нужен для библиотека плюс 2 напрямую следует из тех за из тех из того как этот пакет как этот бинарник как этот елев собран мы можем запустить программу или д.д. например давайте мы напишем тут наша визит вау это не мел это же издевательный над трупом можем откуда не такое берут нет это тоже не мел а университетки мел здесь есть мягкий вкус него есть да нет тоже такой же куда не это берут вообще ужас какой прошу прощения нормально нормально да так вот значит программа лдд нет я не могу это терпеть а был нормальный где-то я помню в 90-е годы кончился мел и люди покупали ходили со своим вот потому что вот вы сейчас услышите почему вот поэтому программа лдд и дальше идет бинарник или библиотека или библиотека выдаст вам все другие библиотеки которые требуются для запуска этого бинарник или этой библиотеки это связано с понятием динамических библиотек то что называется со шарит обжиг вот но в общем об этом мы будем говорить несколько в другое время нам сейчас важно знать что для того чтобы при сборке пакета сгенерировать автоматически какую-то часть записи масти вида на на библиотеку такую-то достаточно вызвать этот самый лдд ну или рид елф есть еще рид эльф и обработать его вывод особым образом после чего мы получим список вот этих самых библиотек без которых который он загружает при старте в день всем загружает при старте от бинарника вот и стало быть можем поставить в понятие requires то бишь требуемые пакеты для работы для установки данного это называется установочные зависимости вот список зависимости на эти библиотеки оформлены так как это полагается оформлять нашим дистрибутиве и в нашем пакетном менеджере вот и так оставить что в общем упрощает работу монтейнера о чем разговор сегодня в принципе в принципе совершенно необязательно должны быть библиотеки у нас есть во вдовы спасительницы просто вот потому что ну правда вот в принципе это не обязательно должны быть библиотеки это вообще должны быть могут быть разные сущности я имею ввиду те для которых автоматический поиск установочные зависимости возможно это могут быть разные сущности например модули языка программирования у того же питона или перла да например что еще бывает с автоматическим поиском ну не знаю какие нибудь нет врать не буду вот чаще всего это именно именно библиотеки или мод вот мало того что мы при за при сборке пакета можем автоматически определить список зависимости то есть посмотреть скажем в питоне код и посмотреть что там импортится мы еще можем посмотреть в получившийся пакет и определить автоматический список провайдс то есть какие конкретно подобного рода сущности наш пакет предоставляет опять-таки тот же самый нет это уже не лдд определенным образом обработанное скажем имя файла с библиотекой даст нам тот самый провайдс который в другом пакете будет рекуаевс я так говорю по-английски потому что случай случай рекуаевс может понять что вот требует а провайдс предоставляет предоставление не устоявшийся русскоязычный термин я не придумал бы нормальной замены автоматический поиск предоставляемых сущностей и требуемых сущностей при сборке пакет очень удобная штука кроме того есть еще зависимости на файлы вот например такая фишка дистрибутив фольк линукс вы можете поставить ftp сервер но он не будет работать потому что это для того чтобы таки сер работал надо еще поставить пакет содержащий каталог варфтп еще кое-какие каталоги вот я забыл зачем это было сделано много лет тому назад а сейчас это выглядит как некоторый такой вот некоторый такой так и непонятно к чему ведущая особенность значит а я знаю зачем за тем что у вас в ftp серверов ты может быть много их много разных вот есть этот в сфтпд расшифроваться как вере секьюра вере секьюра фтпд демон есть там этот самый какой-то другой в тпд короче говоря в тпд много разных а файлы системы требуют под них она дна варфтпд значит где варфтп где лежат в каталоге еще там какой-то короче подробности которые не очень нужны нам с нами не важно важно что бывает зависимости на файл или там на каталоге вот помимо этого есть еще конфликты и альтернативы это такая тема что если один и тот же пакет предоставляет вообще в этом архиве под названием пакет запакован одинаковые файлы это опять-таки к имеется отношение к сегодняшней теме поэтому я на этом останавливаюсь если в двух разных пакетах запакованы файлы которые лежат в одном и том же месте это что такое правильные правильных ответов на этот вопрос три первый ответ это монтейнеры не договорились они просто оба запаковали в пакет файл который называется одинаково вот и результат будет такой что весь паста попробуйте поставить эти пакеты одновременно то установка сначала будет идти а потом при попытке их уже поставить произойдет файловый конфликт плохая картина два других ответа простой и сложный относится к ситуации когда монтейнеры договорились если монтейнеры договорились то они просто могли прописать непосредственно в спецификации пакета конфликт на другой пакет который представляет то же самое и вместе они не работают на самом деле конфликты внутри пакетов это гораздо более общий механизм вот а все описывающий собственно ситуацию не ставьте этот пакет вместе с этим ставьте этот удаляйте тот ставьте тот удаляйте и ну мало ли там не знаю несколько веб-серверов нет ника серверов могут на разных портах работать вот ну в общем бывают ситуации когда ну например у вас вот был довольно типичный пример с конфликтом такой из на моей памяти библиотека free type в которой рендерит true type шрифты с поддержкой специального вида сглаживания без поддержки специального вида сглаживания проблема в том что вот там была история такая microsoft изобрел или точнее купила запатентовал какой-то специальный вид сглаживания шрифтов после чего в линуксе шрифты как были так и остались странные да а в windows они стали бы стали прекрасные они там были прекрасны до тех пор пока не появились это самый не распространились экранчики жидкокристаллический с небольшим разрешением вот ну или вернее с большим нужно именно кристаллический потому что на них этот алгоритм работал отвратительно вот помните я забыл в какой версии windows вы это дело открываете а там все шрифты мыльные все один за одним один за одним просто страшные вот под насчет дальше пошли двумя путями значит в линуксе стали вернее ну вот в открытом сообществе стали пытаться этот алгоритм реимплементить и в конце концов его кажется просто открыли у него кончился кончился патент вот и стали его повсюду применять но выяснилось что в винде то там значит все прошито значит такой-то экран применять алгоритм секой не применять значит такое-то разрешение применять секой не применять здесь такие здесь рыбу заворачивали все это значит Ну, почему Windows-дистрибутер занимает 25 гигабайт? Вот. А в Linux-е ты как? Либо применяешь, либо не применяешь. Вот. И у тебя все шрифты мыльные на TFT-мониторе. Либо, значит, они все квадратные на мониторе с высоким разрешением. Вот. Поэтому что сделали? Сделали просто две библиотеки. Одна с применением, это алгоритм, другая без. И между ними был конфликт. Потому что на самом деле это один и тот же файл. Просто собранный с разными опциями. С этим почем и без него. Вот. Я... Это просто пример на самом деле таких в жизни... в жизни Linux-оидов, таких пакетов довольно много. Когда мантейнеры заранее договорились и поставили в своих пакетах конфликты друг на друга. Нельзя эти пакеты выполнять, использовать ноль. Но есть еще, и об этом я в прошлый раз просто не говорил, поэтому стоит заметить, есть еще ситуация, когда вы хотите, чтобы эти пакеты стояли. Вот они предоставляют, я не знаю, да тот же самый, тот же самый, в конце концов, тот же самый библиотеку, да, или там какой-нибудь, не знаю, редактор Vim в разных ипостатях. И один из них консольный, а другой из них графический. И оба называются Vim. Ну, потому что один собрали с поддержкой графики, другой без. Вот. И вы хотите на самом деле, чтобы у вас и то, и то стояло. Вот тогда в роль вступают альтернативы. У вас есть целый переключатель и целая пачка утилит, которые занимаются буквально следующим. Если вы в пакете говорите, вот у меня есть пакет, называется usr.bim, там, в нем есть файл usr.bin.vim, да, но он является альтернативой, тогда у вас реальный бинарник ставится в какую-то глубину странную, а вот этот файл usr.bin.vim будет являться ссылкой на эту странную глубину. Соответственно, для того, чтобы поставить два пакета, каждый из которых предоставляет файл usr.bin.vim, но чтобы они друг другу не мешали и в виде альтернативы сосуществовали, применяется вот эта технология. У вас в реальности эти бинарники лежат где-то, ну, скажем, там, var, lib, что-то такое, альтернатив, bin, чего-то, и там лежит один vim, и var, lib, альтернатив, другой, и пакет лежит другой vim. А в usr.bin.vim лежит ссылка, и с помощью специальной утилиты, входящей в комплект пакета альтернатив, вы переключаете эту ссылку с одно место на другое. Вот. То же самое можно сделать с этой библиотекой, и то же самое делается в реальности с массой других инструментов, про которые, с одной стороны, хочется, чтобы они стояли одновременно, а с другой стороны, хочется, чтобы по умолчанию, вот те файлы, которые предоставляются, которыми вы пользуетесь, были в системе одной или другой версии. Альтернативы, как инструмент разрешения конфликта. При этом, на самом деле, файловых конфликтов не происходит, потому что реальный исполняемый файл лежит в разных местах. Но при этом предоставление соответствующего файлу пакета есть. Оба этих пакета предоставляют файл usr.bin.vim. Просто это предоставление регулируется альтернативой. Вот такие дела. Остановился на, в общем, теме прошлого раза, ну да ладно. Соответственно, к этому прилагается установщик пакетов, так называемый. В Debian-бэйзит-дистрибутивах он называется dpkg, в Red Hat-бэйзит-дистрибутивах, ну, в Fedora-бэйзит, он называется rpm, в некоторых других дистрибутивах, которые были когда-то, Fedora-бэйзит, он тоже называется rpm. Рпм, поскольку Alt-Linux когда-то основывался на базе дистрибутива, который назывался тогда Mandrake. Это было в 1999 году, в 2000. А Mandrake, в свою очередь, основывался на тогдашнем Red Hat-е, то установщик у нас тоже называется rpm, правда он у нас очень-очень-очень свой. То есть там много разных волшебных фишек, про которые даже я немножко расскажу сегодня. Просто, чтобы вы понимали, что такое удобство синхронизации вот той части дистрибутива back-end, bottom-house, разработка и согласование. Вот. Значит, установщик. Задача установщика – это заархивировать архив, регистрировать пакет в системе, отслеживать конфликты, отслеживать и запускать альтернативы, если они есть, а также проверять цельность пакета. Смотрите, было бы очень неплохо посчитать контрольную сумму от всех ваших файлов. Их где-то хранить. Потому что вы просыпаетесь однажды утром, а у вас программа, ну не знаю, там, в суду внезапно изменила контрольную сумму. Что-то вот это вот о чем-то говорит, наверное. Вот. И с другой стороны, у вас какой-нибудь конфигурационный файл внезапно изменил контрольную сумму. Это означает, что при удалении его не надо удалять. А то мало ли что, пускай полежит где-нибудь с каким-нибудь переномным именем. Системный администратор будет вам очень благодарен, если вы его не удалите при удалении. Конфигурационный файл, который он лично трое суток настраивает. Вот. Я заканчиваю вчерашний, прошлый разный разговор тем, что у нас занимается, у нас работой с одним пакетом занимается установщик, а также с пакетной базой, которая установлена на систему. А вот, собственно, взаимодействием с репозиторием занимается другой инструмент, который называется пакетный диспетчер. Вот здесь мы взяли в свое время пакетный диспетчер из Дебиана, АПТ он называется, А25-штул. В других системах они разные, там в Федоре там сейчас используется, забыл как называется, типа ДНФ, по-моему, как-то так. Ну где как, Юм еще был там, в СУСе там, ЯСТ какой-нибудь. Короче говоря, есть много разных инструментов, в задачи которых входит взаимодействие с репозиториями, то есть выявление общего списка всех пакетов, которые могут быть установлены, скачивание и объединение индексов из этих репозиториев, чтобы было понятно, какой пакет новее, рекурсивная установка и рекурсивное удаление пакетов, что более важно, обновление пакетов, обновилась библиотека, за ней идет целый куст того, что должно обновиться вместе с ней, или полное обновление. Особенно если у вас больше одного репозитория подключено, тогда у вас может без сложных зубодромительных подсчетов даже не поймешь, какие пакеты обновлять, а какие нет. Доставка, это уже напрямую относится к понятию дистрибутив, доставка этих пакетов из репозиториев сюда должна происходить, для того, чтобы их установщик установил. Да, пожалуй, все. Вот, значит, доставить, знать, где лежит пакет, то бишь список репозиториев, содержать индексы этих репозиториев в актуальном состоянии, по запросу определять дерево тех пакетов, которые должны быть установлены, доставлять их и ставить с помощью установщика, а также определять дерево пакетов для обновления и для удаления. Вот этим занимается пакетный диспетчер. Короче говоря, весь топ-халф, то есть вся пользовательская часть понятия дистрибутив, обслуживается пакетами и инструментами работы с пакетами. Доставка пакета, деплоймент пакета, обновление, то бишь сопровождение, это все вот крутится вокруг. И у нас остается тема, собственно, сегодняшнего разговора. Это нижняя часть, bottom-half, а именно разработка, на этот раз разработка пакетов, составляющих дистрибутив, и согласование пакетов. И вот тут мы можем подозревать, что основная часть, собственно, работы над тем, чтобы разрозненные какие-то приложения внезапно стали дистрибутивом, вот только здесь она и начинается. Потому что весь этот топ-халф, он либо работает, либо не работает. Конфликты, в смысле, все зависимости удовлетворены, хорошо пакеты ставятся. Вот, да, есть какие-то проблемы с зависимостью, хорошо пакеты не ставятся, все виноваты, все плачут. Вот результатом, вернее, это будет являться результатом того, как работает сообщество над тем, что называется хранилище или репозиторией. Да. Давайте этот ОВД сотру. Репозиторий. Со стороны репозиторий выглядит как, в общем, довольно, со стороны, да, со стороны топ-халф. Репозиторий выглядит как довольно простая штука. Что там, лежат пакеты, хранят пакеты, хранятся пакеты, пакеты. Репозиторий часто переводят как хранилище, я даже хотел сделать это в этих лекциях, но подумал, что это будет создавать слишком опрощенное представление о том, что такое репозиторий. Конечно, это не только хранилище. Значит, и плюс индексы на самом деле. Под индексами я понимаю всю ту информацию, которая необходима для рекурсивного просчета зависимости, то есть зависимости друг от друга, и там вот много чего, помимо, собственно, самих пакетов. Почему? Потому что на локальной машине ты не можешь это сделать по-человечески. Тебе неоткуда взять информацию о том, каково дерево зависимости всех пакетов от всех. Это можно сделать только там, где все эти пакеты лежат, то есть в репозитории. Без этого вы будете восстанавливать пакеты вручную следующим образом. Скачал пакет, попытался поставить, он сказал, скачайте еще вон те два, скачал еще вон те два, попытался поставить, он сказал, скачайте еще вон те десять. Ну и так до тех пор, пока вы вручную не выполните замыкание по зависимости. Пока вы не скачаете индексы, не будете работать с ними. Вот именно этим, именно генерация этих индексов, это задача репозитория. Вот. Откуда доставлять? Отдача. Отдача. Для доставки. Ну там и в ТП, 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 что-нибудь такое. Получить эти пакеты надо откуда? Ну и пожалуй, пожалуй, репозиториев может быть несколько, и структура их должна быть такова, что когда у вас их несколько, ваш диспетчер пакетов на месте должен уметь разбираться все-таки, где какой пакет, в каком хранилище новее. значит, поддержка, поддержка нескольких, нескольких хранилищ. Вот. То есть, на этом, собственно, весь топ-халл заканчивается. Если ваш репозиторий хранит пакеты с индексами, если он умеет их отдавать, то с него можно скачиваться, и если несколько таких репозиторий умеют работать вместе, и у них не возникает каких-то странных взаимоглюбов, то, в общем-то, все. А вся собака порылась, конечно же, в разработки. И вот здесь начинается самое интересное, о чем у меня целых две страницы написано, не знаю, надо ли их все две сегодня излагать, но... Разработки и в последующем согласовании. Как мы сейчас увидим, одно без другого, в случае, когда мы работаем с хранилищем, просто немыслимо. И, скорее всего, при разговоре о разработке я тут же буду вставлять какие-то куски, которые относятся исключительно к согласованию, к тому, чтобы потом пакеты работали вместе и ставились из репозитория вместе, деплоились вместе, хорошо, а не плохо. Разработка и согласование. Ну, давайте начнем со сборки. Почему процесс называется процессом сборки, а не там разработки? Потому что, и это наша главная как бы особенность, главная особенность дистрибутивов операционных систем. Разумеется, невозможно, мы об этом говорили, невозможно написать всю одну операционную систему со всеми ее пакетами одной команды. дистрибутив операционных систем в подавляющем большинстве случаев это всевозможные свободные проекты по всему миру, обработанные сообществом вокруг данной операционной системы, переведенные к виду пакетов. Значит, понятие «монтейнер» сопровождающий, 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 плюс «апстрим». Не знаю, как на русский перевести. «Апстрим». Разработкой программных продуктов занимается «апстрим». Разработкой ядра «Линукс» занимается сообщество «ядра Линукс». Разработкой компилятора «ГЦЦ» занимается сообщество «компилятора» «ГЦЦ». Ну, по большей части «Федора», но тем не менее. Разработкой там, я не знаю, подсистемой «Х-11» занимается кто там, «Фридиск Топорк» сейчас называется, да? Сообщество вокруг «Фридиск Топорк». То есть сами программные продукты, которые входят в наш дистрибутив, разрабатывают некто под названием «Апстрим». От этого некто мы, в общем, требовать-то особо ничего не можем. Но мы не можем к нему прийти, топнуть ножкой и сказать, а ну, чувак, делай нам пакет для «Альт Линукса». Он скажет, для кого? Ну, и на этом все закончится. Более того, вот, бог с ним там с «Альт Линуксом». Мы, в общем-то, не можем прийти и сказать, чувак, делай пакеты там для мега популярного дистрибутива Ubuntu. Он скажет, вообще говоря, у меня вот тут стоит «Солярис» 2000 года, я под него все делаю. Если надо делать под «Убунту» пакет, как бы это «Линукс», тебе надо, ты и делай. Вот. «Апстрим». Такие вот «Апстримы» бывают, да. Значит, соответственно, сопровождающий пакет, он же «Монтейнер», это который берет «Апстрим», собирает его из исходных текстов, ну, код, и оформляет в виде пакета сообразно тому полисе, который принят в данном сообществе. Вот. Специфика работы сопровождающего состоит в том, что он, в общем, небольшой, скажем так, может не являться большим знатоком того языкопрограммирования, на котором все это написано. Ну, вот, не знаю, я небольшой знаток C++. Тем не менее, я собираю там «Леброевскафейн» в «Альпенит». Вот. Вполне успешно. И «Джава», кстати, тоже небольшой знаток. Вот. Ну, разобраться-то я могу в исходном коде, этого вполне достаточно. Общая грамотность плюс опыт, плюс, как бы, более специфические знания скорее в процессе сборки, чем в, собственно, программировании, позволяют сопровождающему справляться с задачей сборки из исходных текстов абстримного программного продукта и оформлению в виде пакета. Еще сопровождающий должен хотя бы на среднем уровне разбираться в той предметной области, для чего он, собственно, собирает приложение. Иначе он не сможет его протестировать, ему придется спросить кого-нибудь. Это большая проблема, но о проблемах мы будем говорить не в этот раз, а в следующей. А пока что я продолжу. Итак, работа сопровождающего состоит в первую очередь в сборке сообразной дисциплины и потом в помещении полученного пакета в хранилище. Значит, сборка, ну, скажем, в тех же RPM-безид-дистрибутивах, вот, Alt можно считать с некоторой натяжкой RPM-безид-дистрибутивов. У нас RPM собственный, ну, как собственный. Он был отфоркан от абстримного RPM примерно в те же 2000-е годы, в начале, да, потому что нам понадобилось много чего туда внести, всяких полезных штук. Вот, и сейчас идет работа по тому, чтобы втащить в вольтовый RPM все новые фишки RPM-4, которые используются в Fedor. Но из этого все равно получится некий вот специфический формат RPM-а, потому что у нас есть много того, чего в Fedor нет. Вот, а в Fedor теперь есть много того, чего у нас нет. Поэтому мы хотим как-то это дело объединить. Так вот, тем не менее, значит, я хотел сказать другое. Мы с вами только что узнали, что RPM- это такой установщик-пакет. Так пошла эволюция, ну, мы, правда, об этом говорили уже, что в современном мире binary-безид-дистрибутивов та же программа, которая устанавливает пакет, она его и собирает. Хотя, казалось бы, ничего общего между тем и другим нет, между процессом сборки и процессом установки. Англидика. Вот. Так что ничего удивительного, что в Дебяне, допустим, пакет собирается с помощью ДПКГ, вот. А в Fedor, в Altlinux пакет собирается с помощью RPM-а. Мы давно бы хотели отказаться от этого дела, но уж больно удобный носитель, уж больно всего можно хорошо описать в этом спеке. Вот. И спек, собственно, спецификация вашего пакета, она по большей части является рецептом по сборке, но она же является рецептом по созданию бинарного пакета и диплома. В спеке указывается как сборочные команды, так и установочные и постустановочные сценарии, например. Это сборная солянка того и другого. Хотя, казалось бы. Значит, да, ну вот собирается RPM, допустим. Сборка. В принципе, любой сопровождающий умеет собирать пакет прямо на своей машине или на специальной сборочнице. Про сборочную поговорим чуть позже. Давайте поговорим про подробности сборки. Когда вы даже просто собираете пакет, под это существует некая, значит, да, сборка, скажем, RPM. Я сейчас буду рассказывать про RPM, потому что этот формат слегка проще, чем в дебяновском формате. Там куча разных файлов нужно для пакета создать, а в RPM это все делается с помощью спецификации. Такой файл назовем .spec. В этом spec-файле, как я уже сказал, находятся рецепты по сборке программы из исходного текста, а также, значит, исходники, ссылка на исходники, на исходники, команды сборки и сборочные зависимости. Так что для того, чтобы собрать пакет, когда вы запускаете его сборку, вам RPM говорит, знаешь, у тебя вот такого-то, такого-то, такого-то пакета в системе не хватает. Поставь в системе вот этот компилятор, вот эту девелопмент-мерсию библиотеки и вон тот еще инструмент волшебный, и с помощью их троих мы тебе соберем пакет из этого исходного текста. Вот. Ну окей, значит, да, и еще, значит, должны быть исходники. Тут слово «исходники» написано, это же непонятно. «Исходники». Вот. На самом деле, природа пошла даже дальше. Если вы возьмете SPEC-файл и возьмете все исходники, то вы получите так называемый SRC-RPM. .src.rpm.rc.rpm. Вот она, двойственная природа, да. Это совершенно не то же самое, что и РПМ. Это исходники и спецификация. Ну, все исходники, ссылка на которых имеется здесь. Вот. Значит, дальше вы запускаете специальную команду, сейчас неважно какую, и РПМ вам из этих исходников с помощью этих команд сборки, собирает получившийся, собирает вам программный продукт, дальше его раскладывает в нужные места, дальше смотрит, куда он разложился, делает из этого архив, и дальше все хорошо. У вас получается пакет. Вот. Никто за вас сборочные зависимости в системе, разумеется, не обеспечит, вам нужно поставить их руками. Другое дело, что там все написано. Когда вы пытаетесь, когда вы пытаетесь собрать пакет, потом, говорит, вам в системе не хватает для сборки таких-таких-таких пакетов, поставьте их. Если этот процесс соблюден, то фактически поддержка сборки закончена. Смотрите, вам сказали, какие сборочные зависимости поставить, за вас выполнили команды сборки все, вот, вам сказали, куда положить исходники, или же, если вы используете SRC, RPM, эти исходники уже были, вот, ну и вы просто говорите, дорогой RPM, собирает пакет, там, RPM-BA, RPM-BA, и там .spec. Результатом такой команды будут все пакеты, которые из этих исходников собираются. Из одного исходника можно собрать несколько пакетов. Ну, смотрите, вы собрали программный продукт, он состоит из библиотек, модулей и бинарников. Он его разложил, вы говорите, так, библиотеки, вон, в модуль, с библиотеками, модуль, в пакет, модуль, в бинарники, в пакет с бинарниками, будет три пакета. Ну, например. Или еще там сто пятьсот гигабайтов какого-то, каких-то картинок. Мы собрали пакет, в которых сто пятьсот гигабайтов картинок, интересно какие-то. Ну, я думаю, ну, не знаю, клипарков, например. И вы говорите так, извините, бинарники, это у нас бинарный пакет, он для разной архитектуры разный. А клипард, он везде клипард, поэтому в клипард скользуется в четвертый уже пакет, который вот именно, что архитектура не зависит. Все это можно сделать в спеке, вы можете указать в спеке в том, что одной командой рпм минус ба вы собираете в пакет. Дальше начинается поддержка, поддержка согласования. Что мы можем хотеть в процессе сборки от этой всей процедуры, чтобы нам потом было удобнее класть это в репозиторий? Разумеется, проверить частоту спеков. Спеков. Частота спецификаций. Специальные скрипты начинают жевать спекфайл и говорить, так, это что за команда? Таких команд здесь быть не должно. Или, а вот это вот все деприкейтед. В этом вашем, в этом вашем альтинуксе давным-давно уже вот это, 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 как там называется, макроспроценты клин не используется, потому что мы сами все удаляем. Вот. Наша подсистема сборки всегда удаляет то место, куда вы собираете ваш пакет, потому что иначе там будут какие-то левые файлы, вы их случайно запакуете. Вот. Не надо никого макроспроцента клин. Зачем вы взяли из Федора этот спек? Делайте нормальный альтовый спек, он в два раза короче, или в три. Вот. Что-нибудь в этом духе. Ну или наоборот, да, значит, вы взяли какой-нибудь PLD, там спек один, а в каком-нибудь там пардусе другой, и некоторые команды не сушит. Короче, частота спекла. После того, как собраны, собраны бинарники, вообще не дурно бы проверить, проверить качество этих бинарников, качество бинарников. Бинарник. Напоминаю, что эта тема у нас сборка в одного пакета. Сейчас мы будем говорить про сборку одного пакета, а потом будем говорить про сборку пакета в репозиторий, когда у нас все другие пакеты тоже доступны. Даже у одного пакета можно много чего сделать такого, чтобы сообществу, которое будет пользоваться вашим пакетом, было хорошо. В частности, проверить, а хорошего ли качества у вас получился бинарник. Есть целая куча всяких инструментов, которые просто тестируют правильно ли все собралось. Но они в основном представляют, конечно, теоретический интерес. Но практический интерес может, например, предоставлять такая штука, как недолинковка. Например, недолинковка. Например, недолинковка. Что это значит? Недолинковка – это значит, что у вас какие-то символы вашим бинарникам требуются, и они неизвестны где. Вы все хорошо, все собрали, все как надо, все. Только эта программа никогда не запустится, потому что она требует при работе какой-то символ, и он неизвестно где лежит. Вот. Вы это не узнаете, пока не запустите программу? Ну, вернее так, в некоторых случаях вы это узнаете. В некоторых случаях при сборке бинарника вам скажут, знаете что, вот эта программа не рабочая, она требует символа, а его нет. А вот если вы собрали библиотеку, она требует символа, его нет. Никто вам ничего не скажет. Вот. Так что недолинковка это довольно частая штука. Но на самом деле есть много других глупостей, которые можно насовать в пакет. Например, засунуть туда, захардкодить туда путь до библиотек какой-нибудь извращенной. Это называется српан. Прямо туда прописать, что на них лежат юсер, нет, самый, как там, слэш хоум, слэш мой пользователь, слэш чего-то там, слэш еще чего-то там, слэш бин, слэш лип там и дальше библиотека. Вот прям засунуть это в бинарник, что твоя библиотека лежат там. Ну, так делать лишь нельзя, не просто не надо, нельзя. Если какой-либо проверяющий качество это увидит, он будет грязно ругаться. Ну, на самом деле, опять-таки, мы это будем, с знанием дела, а пока что качество бинарника. Разумеется, разумеется, соответствие, соответствие стандарту файловых систем. Ну, я здесь напишу FHS, File System Archi Standard, ну, напиши его со звездочкой, потому что FHS уже, в общем, лет 10, как до конца не поддерживается, ну, и... Но в любом, в любом дистрибутиве, в любом комьюнити есть строгие полисы о том, что куда кладется, и вот это что куда кладется должно выполняться. Вот. Если оно не выполняется, возможны неприятности, и причем они возникнут далеко не сразу, а возникнут у некоторых пользователей, зачем нам эти неприятности? Согласование нужно производить на как можно более ранним этапом. То есть установка в правильные каталоги, да, вот, у меня более, у меня в плане написано более правильное, установка в правильные каталоги. Может быть, еще что-то. Короче говоря, даже если вы собираете пакет безо всякого хранилища, безо всякого репозитория, вам есть над чем подумать, ну или вашим роботом, вашим специальным сборочным инструментом, есть над чем подумать, чтобы этот пакет был хорош и годен для репозитории. Если вы помните, в одной из лекций я говорил про то, что раньше, после этого этапа, люди просто складывали эти бинарные пакеты в кучу и говорили, вот это репозитория. Нет, ну такого, конечно, уже не творится. Теперь давайте поговорим, прежде чем говорить собственно о репозитории как таковом, давайте поговорим про то, что нам в этой сборке не хватает. Все хорошо, внутри одного РПМа мы сделали, что могли, возможно, мы сделали даже больше, сейчас про это разговор не идет, вот, проверь. Внимание, вопрос. Вот вы собираетесь собрать какой-то пакет на какой-то машине и вам РПМ говорит, я не буду собирать этот пакет без компилятора С, компилятора С++, библиотеки, девелопмент библиотеки такой, девелопмент библиотеки секой, команда Мэйк, там автотуз и еще куча всего. Ваши действия дальнейшие. Ну, наверное, надо на эту машину все эти пакеты поставить. Ну, иначе они ничего не соберется. Окей, вы берете, ставите на какую-то машину, которая, между прочим, выполняет какие-то функции, например, это ваша рабочая машина с десктопом. Все вот эти пакеты. Потом вы собираете какой-то другой пакет, ему для сборки нужны другие бинарники, другие библиотеки, еще какой-то компилятор, не знаю. Вы ставите еще и эти все пакеты. И в конце концов у вас получается такой вот конгломерат, с помощью которого можно собрать практически любой пакет. Хорошо ли? У этого конгломерата есть три недостатка. Во-первых, вам это не нужно, на вашем десктопе не нужно держать все эти компиляторы вместе взятые, а также все эти библиотеки. Я имею в виду сборочных версий. Во-вторых, некоторые из них могут конфликтовать друг с другом. Типичный пример, есть довольно много программ, которые, пока Upstream это дело не поправит, не собираются самым свежим компилятором ГЦЦ. Вот, в пакете прямо написано, должен стоять ГЦЦ такой-то версии, потому что им с программы собираются, ядро, например, не собирается или минусовать самым последним ГЦЦ, шестым. Не собирается и все. Так вам надо что, сразу многих ГЦЦ ставить с удовлетворением этих конфликтов и потом, когда вы говорите на ГЦЦ, вы даже не знаете, какой из них вызовется, потому что какой последний пост встал, того и тапки. То есть, совокупная такая сборочная среда, она может быть еще и противоречива внутри себя. Наконец, она может быть несборочной для того пакета, который вы поставите. Вот, если все удалить и поставить только то, что написано в сборочных зависимостях, пакет соберется. А если туда поставить еще 100-500 чего-то, процедура сборки может быть нарушена. Например, этот пакет решит собраться, сам решит собраться, там не написано, что надо ставить другую версию ГЦЦ, но она у вас стоит другая. Он решит собраться новой версии компилятора или старой. Или собраться с поддержкой какой-нибудь экзотической библиотеки, которая нужна только для одного пакета и только с ним она нормально работает, а вот с этим работать не будет. Мало ли что. Поэтому возникает острая необходимость такой штуки, которая называется изолированная сборка. Так, сколько у нас времени еще? О, нормально. Изолированная сборка. Первая и главная задача изолированной сборки это развертывание той и именно той сборочной среды, которая нужна для данного пакета. Значит, развертывание, развертывание, р-р-р-тывание, как я тут написал, ну, капитан очевидность подсказывает, изолированной сборочной среды. изолированной сборочной среды в линусе это очень легко на самом деле в линусе существует существуют понятия че жрут чрут когда вы говорите вашей программе для программы вот у тебя раньше было дерево дерево файл система она росла от корня а ты ты что его что вот тот потокал под каталог это есть твой корень после чего вот в этот каталог тот же самый рпм тупо ставит все пакеты нужны и только их запускает там сборку получает там результат а этот результат вы оттуда забирает вот на словах это выглядит просто а в действительности там есть много всяких интересных подробностей с этим с этой изолированной сборки ну сейчас я попробую по них чуть-чуть рассказать да нет особо там проблем нету они начинаются тогда когда вы стремитесь доказать что это изолированная сборка действительно не подвержена никакому влиянию извне смотрите зададимся задачи более серьезно вот у нас есть какой-то репозиторик это хранилище мы собираем в этот храм в этом в это хранилище какой-то пакет получается пакет какой мы его оттуда удаляем и еще раз его туда собираем получится же тот тот же самый пакет или нет если да очень хорошо если да но там за вычетом таймстэмпа времени сборки вот этого всего очень хорошо а если нет получается неприятная ситуация мы в первый раз старик закинул не вот до вышел не с одной тиной второй раз мы пытались собрать пакет опять третий раз попытались он собрался все за пятна на луне такие так быть не должно чтобы этого не было у нас должно быть не просто изолированная сбор а изолированная сборка в которой возможность собирать используется использоваться как сейчас я попробую формирование формирование сборочной среды сборочного окружения из одного и того же заданного репозитория заданного репозитория заданного репозитория то есть предположим есть некая процедура которая формирует вам сборочное окружение в этом червоте и заданного репозитории сколько рыбы раз вы вы ее не запускали если репозиторий не изменился у вас в результате получится одно и то же всегда совсем и вот в этом там в сборочном окружении вы будете собирать свой пакет в чем может быть загвоздка загвоздка может быть в том например что сама процедура формирования сборочного окружения конечно идеальная но она это делает в таком месте где уже раньше лежали какие-то файлы и можно таким образом подсунуть туда эти какие-то файлы чтобы внезапно оказалось что в полученном сборочном окружении оно такое да не такое и процедура сборки пойдет по-другому значит нужно доказать что никакое никакие действия со стороны пользователя на хоз системе разумеется если он не супер пользователь супер пользователь может все никакие действия обычного пользователя на хоз системе не могут привести к тому что он изменит процедуру сбора зачем это нужно. Представим себе, что у нас есть сборочница, некий ресурс в сети, на который все закладывают свои пакеты, и эти пакеты собираются. Не дай бог, я могу сделать так, написать такой пакет, который что-то сделает в сборочнице такое, после чего она будет начать собирать пакеты с закладками. Каждая процедура сборки должна быть не просто изолированной, а еще и должна быть устроена таким образом, что никакие предыдущие сборки и никакие действия обычного пользователя на хоссистеме не приведут к изменению этой процедуры. Вот тогда мы будем гарантированы, что что бы вы ни делали, у вас всегда получается один и тот же пакет. Ну и в общем, в разных комьюнити эту задачу решают по-разному. В Debian, например, сборочные сервера это такие просто виртуалки, которые на каждый пакет просто запускаются новые виртуалки, там что-то хрюк-хрюк, потом она останавливается. В Alt эта процедура существует, изолированной сборки существует практически с 2000 года или с очень-очень ранних времен. И тогда еще никаких виртуалок, конечно, нельзя было использовать под такие мощности, поэтому там используется некоторый набор, набор, собственно, линуксовых штук, как тот root, дальше использование такого, так называемый fake root, это использование, это запуск программ таким образом, что программа думает, что она запущена под root, а она запущена под обычным пользователям. Программа что-то какие-то файлы копирует туда, куда нельзя, после чего она видит, что эти файлы там лежат, а на самом деле они там не лежат. Вот, они лежат в специальном каталоге, и просто когда она смотрит туда, она видит эти файлы, как если бы. Fake root. Вот. И еще там всякие другие интересные штуки. В общем, вся эта технология вольте называется хешер. Вот. Желающие могут, я попробую кинуть ссылочку на доклад Дмитрия Левина, автора этого безобразия. Вот. Желающие могут посмотреть, что именно там используется. В общем, там практически доказаны, а может даже теоретически, доказано отсутствие импакта с стороны как, собственно, пользователя на хозсистеме, так и других предыдущих сборок на то, что происходит в результате сборки. Вот. Соответственно, в этом окружении, в этом окружении стоят только сборочные зависимости. Поэтому понятно, да, что оно каждый раз будет одно и то же. Вот. Это, кстати сказать, довольно удобный инструмент, чтобы руками это самое окружение не формировать. То есть, смотрите, не так все выглядит, что, говоришь, вот тебе, ты пытаешься собрать пакеты, он говорит, поставьте другие пакеты, ты ставишь другие пакеты, он говорит, поставьте третьи пакеты. А так, что ты передаешь этому хешеру, передаешь SRC-RPM, он смотрит туда, видит сборочные зависимости, все их ставят и запускает там автоматом процедуру сбора. Вот. То есть, единственный недостаток подобного рода система, что вам на каждую сборку пакета нужно разворачивать целую сборочное окружение. Практика показывает, что надо просто брать файлу систему в памяти, то, что называется, это MPFS, и прямо в ней все разворачивать, а потом сразу удалять. Вот. На самом деле, это я все описываю на пальцах, на самом деле технологии довольно хитрые. Вот. Особенно поначалу была хитрая. Сейчас-то есть всякие namespace, они там, кстати, активно используются, вот, в хешере. А когда их не было, там можно, нужно было вот вилять разными частями темы. Вот. Но главная идея именно такая. Быстрое развертывание сборочного окружения, быстрая сборка там, причем из конкретного репозитория, что важно. Быстрая сборка там пакета по спекам и, как бы, формирование получившегося пакета с проверками всевозможных штук с этим связано. Что еще может быть интересно в такой штуке? В такой штуке может быть интересно, например, попробовать собрать новый пакет. Смотрите, если у нас вся вот эта вот машинерия работает для уже готового пакета с уже известными сборочными зависимостями, то как же собрать новый пакет? Что? Опять-таки ставить на хост систему и работать в ней? То есть сталкиваться со всеми теми же грамлями, от которых мы убегали, формируя вот такое изолированное окружение? Нет. Поэтому в том же хешере, я не знаю, как в других, но я думаю, что везде там, да, в этом сборочном окружении можно прямо внутри работать. То есть ты берешь туда, ставишь руками все нужные пакеты, а также все ненужные пакеты. Сколько хочешь. Запускаешь там прямо свои любимые команды и начинаешь там прямо собирать пакет из ничего. Пишешь спек, подкладываешь исходники. Короче говоря, все твои программы запускаются в этом окружении, как если бы ты работал на машине, на которой стоит в чистой воды вот этот репозиторий и все. Сейчас я попробую куда-нибудь дописать. Вот туда. Значит, изолированное окружение используется не только для автоматической сборки пакета из исходников, но и для разработки этого пакета. То есть для того, чтобы взять AppStream и написать для него спек и создать для него сборочное окружение. Это называется войти в окружение. Вот в Альте это называется, в Альте это называется HSHL. ХСХ, Shell. Войти в окружение. Войти. В сборочное окружение. Ну еще есть ХШХ-инсталл. ХСХ-инсталл. Поставить произвольный пакет. Пакет. Вручную. Поскольку это ведь даже не от суперпользователя делается. Да, там нет ни одного суперпользователя. В это окружение вы просто развиваете же не root. Да, в смысле это еще пока не root. Вот. Вы в это окружение просто ставите какие-то пакеты, потом хешер делает туда черут и там что-то собирают. Вот. Дошло до того, что я, например, у меня есть такой большой скрипт, который называется МК Хешер. Он первым делом туда ставит все-все-все, чем я пользуюсь на рабочей машине. ZShell, Vim, настройки ZShell, еще чего-то. В общем, кучу всякого полезного барахла, которая для сборки не нужна совсем. Зато, если я хочу собрать пакет, я вообще это не делаю на хвост машине. Я сразу разворачиваю сборочное окружение с нужными у меня пакетами и прямо там начинаю его собирать. Что от этого страдает? От этого страдает, знаете, что? Я не смогу потом, у меня даже в этом ХСХЛ есть такая команда, поставить все библиотеки для иксов. Или поставить все библиотеки для работы с мультимедиа. Что я не смогу сделать? Я смогу определить зависимости, а что, собственно, нужно-то было для сборки из всего, что я поставил. Поэтому в дополнение к вот этому изолированному окружению есть парочка инструментов. Это вычисление сборочных зависимостей. Как выглядит вычисление сборочных зависимостей на пальцах? У нас же есть процедура сборки, та самая, которая в спеке описана, какие программы запускать, чтобы все собралось. Вот, грубо говоря, все программы, которые запускаются и все файлы, которые открываются, если они принадлежат какому-то пакету, этот пакет автоматически добавляется в список сборочных зависимостей. Таким образом, называется build.req. В Altinux эта команда называется build.req. build.req. Вот. Фактически это такой особый режим запуска сборки пакетов, в котором, помимо всего прочего, собирается информация, какие конкретно файлы и программы вообще использовались для сборки. Вот какие использовались, такие и нужны. Если в процессе сборки не открывался ни разу ни один файл, ни явно, ни в виде запуска программы, ни в виде подгрузки библиотеки, принадлежащий некоторому пакету, установленному в сборочное окружение, значит, он не нужен для сборки. Разумеется, это все очень нечетко, и там есть всякие подробности, которые там приходят. Но основной набор, разумеется, build.req.req. Сборочные зависимости. Чуть более простой механизм, про который мы с вами уже говорили, это автоматический поиск зависимостей и автоматический поиск провайдс. Если у вас собрался пакет, по нему, в общем, довольно хорошо видно, что ему нужно для установки, что ему нужно для меня, и что он предоставляет кому-то еще. Автор поиска. Ну, вот в этом уже говорили. Провайдс и реквайдс. Такие вещи, которые автоматически собираются этим провайдс и реквайдс, тоже можно руками не писать. Таким образом, мне, как сборщику пакета, как мандейну, как сопровождающему, остается сделать штуку. Понастаивать вообще все, что мне в голову взбредет в сборочное окружение. Добиться того, что пакет там соберется. Запустить build.req, чтобы определить на самом деле, какие сборочные зависимости нужны. Собрать этот пакет после запуска build.req с теми зависимостями, которые он мне рекомендовал. Вынести это наружу. И попытаться собрать с чистого листа. То есть запустить вот тот механизм, о котором мы говорили до этого. Что сделает сборщик? Он поставит только те пакеты, которые лежат в сборочных зависимостях записи. И пытается все это автоматом собрать, уже ни разу не применяя меня в качестве помощи ассистента для позволки. Если это произошло, значит, есть очень высокая вероятность, что этот пакет соберется уже теперь и в хранилище. И это последняя тема всего. Да, отлично. А, ну, маленькая извращенница. Ну, это точно не извращенница, а на самом деле очень важный момент, связанный вот с чем? Теперь... Когда мы делаем вот этот поиск автоматически провалить эти версии, что мы можем сделать? Ну, мы можем определить, что у нас требуются такие-то библиотеки, таких-то версий. Мы можем определить, что у нас требуются такие-то фарьфы. Мы можем даже определить, что у нас требуются какие-то пакеты. Вещь только не от будущей зависимости, а просто зависимости, а от зависимости происходимости, которые мы проверили. Но тут может возникнуть одна штука, которая связана с суровыми реальными реалиями реального мира в реальности. Штука вот какая. Она связана как раз с библиотекой. Предположим, у нас есть upstream, которая делает какую-то волшебную библиотеку. Я не знаю, липпмг. Как вы думаете, если выпускается новая версия этого липпмг, новая версия в плане релиз менеджмента, да? То есть следующая версия, там что-то под правильным. Меняется ли версия библиотеки? Я, кстати, не помню, липпмг этот правиль. А вот неизвестно, да? По-хорошему, версия библиотеки должна меняться только тогда, когда вы нарушаете обратную совместимость на уровне 1. Значит, аби, изменение аби. Изменение аби. Как же правильно сказать? Изменение аби. Аби. Следовательно, изменение версии библиотеки. Так называемого сонейм. Так называемого сонейм. Так называемого сонейм. Вау. Тогда мы получаем следующую ситуацию. Если Апстрим считает, что выпуском новой версии библиотеки он изменил аби. Напоминаю, аби аппликейшен байной интерфейс. Да? То есть изменился, например, список функций. Или изменились параметры этих функций. Или изменилось что-то такое. Тогда мы не можем эту библиотеку в одиночестве просто положить в хранилище. Она нам все испортит. Потому что программы, собранные с предыдущей версии этой библиотеки, просто не будут работать. Если имеется у Апстрима сонеймченч, то будет сгенерирована провайс другой версии библиотеки. Соответственно, рекойерс на старую версию эту новую библиотеку просто не будут работать. Проблема из сурового реальности реального сурового мира состоит в том, что Апстрим себя ведет зачастую крайне беспорядочно по части сонейм. Добрых две трети из этих ребят вообще себе не представляют, что такое сонейм в принципе. Она говорит, мы пишем хорошую, уходную библиотеку. Чем от нас надо? Она называется ЛИППНГ. Вот. Я бы лишний зря наезжаю на ЛИППНГ. Надо... Я уже когда буду править конферк, я, наверное, разберу правильную библиотеку, к которому мы вручную приписываем сонейм. Поэтому, скажем в том же Апкинуксе, есть такая дисциплина, вообще не принимаются в репозитории библиотеки без сонейм. Вот если Апстрим его не проводить, вы проводите его сами. Вот. Но тут есть альтернативная ситуация. Предположим, Апстрим бешеный, из каждой новой версии самого продукта он меняется негли. Даже если никакого изменения Апки не было. Чем это для нас характерно? Это характерно тем, что у нас будет после каждого изменения... После каждого Аппи-ченч, будет листья позитория сонной, пока мы не пересоберем с новой библиотекой, все вновь есть. Потому что изменился Апи... Я, по-моему, изменился. Короче говоря, 10 лет назад, может быть, да, где-то там, может быть, чуть позже, у нас в компании был совершенно гениальный разработчик по имени Алиси и другие, который придумал следующую штуку. Вместо Сунейма, в качестве версии библиотеки, использовать множество предоставляемых ею функций всех. Это такой вот приличный хэш, такой, на несколько строчек. Еще один товарищ, с которым мы работали, с факультета темно-чистиков, придумал алгоритм, как оптимально упаковывать этот список в возможный меньший объем. Но не просто упаковывать список в возможный меньший объем. А чтобы сделать такие вещи. Вот у нас есть библиотека, которая предоставляет вот такой список функций. И вот у вас есть пакет, требующий от этой библиотеки вот такой меньший список функций. Так вот эти хэши должны поддерживать сравнение. Включается ли этот список в тот? Если включается, значит обеисловлено. Мало ли что там еще изменилось в тех функциях, которые предоставляет наша библиотека. Для данного конкретного приложения все функции, которые были, остались. А если этот список requires, это называется sublash, не входит, не полностью включен в тот большой, который представляет библиотека, значит обеисловлены какие-то функции или там имена пропали. По этой причине индексы у нас сравнены, потому что это же вот такая версия библиотеки. Понимаете? Вот такая вот. Вот, с одной стороны. А с другой стороны это позволяет при контроле качества пакета проверять, а вообще какие конкретно символы предоставляет библиотека и какие конкретно символы от библиотеки хочет пакета. Библиотека. Вот на этой конференции, которая называется «Конференция рабочих свободных программ», раньше она называлась «Напродвей», а сейчас она проводится не «Напродвей», по-моему. «Конференция рабочих свободных программ» Внезапно проснулся Алексей Тёрглинг, он давно уже с нами не работает, и сделал доклад о том, что на самом деле можно ведь пойти и дальше. Можно не только обсчитывать список имен, которые предоставляет библиотека и которые хочет библиотека, но также список и тип параметров этих функций. Это тоже можно, вообще говоря, отслеживать. Правда, несколько другими инструментами, но это не фантастико. Это реальность. Я предложил достаточно эффективный, правда, теоретический подход. Ну, пока, конечно, это ничего не реализовывалось. Но, тем не менее, даже так можно. То есть, понимаете, вся в чем проблема. С точки зрения списка все это ничего не поменялось, но с точки зрения того, что там поменялся, допустим, раз, и у какой-то структурки добавилось еще одно имя, еще одно поэт. Никто же этого не заметит. А все может поломаться. Ну, в общем, дальше идет всякое теоретическое размышление. Теперь мы это опускаем. Я просто к тому, что есть, я понял, много вещей, много, кроме того, чтобы просто собрать пакет, которые нужно проверить и сделать хорошими, перед тем, как надо что-то хранить. Теперь про хранение. хранение, репозитория. На самом деле, репозитория только на все попадает. Самое главное, это, конечно, сборочность. Что такое сборочность? Смотрите. Я уже два раза говорю, говорю в третий раз. В сегодняшних современных дистрибутивах никто не собирает свои пакеты дома, и потом эти бинарные пакеты складывают в вал на дворе хранения. Так никто не делает. В современных дистрибутивах всегда на вход подаются исходники. Вход на исходники. Плюс и сборка. Автоматическая. Автоматическая. А сколько автомат? Это нам гарантирует, что, по крайней мере, на уровне изолированной сборки пакет будет действительно дойти, каким он должен быть. А то мало ли что случилось с компьютером разработчиком, когда он собирал эту бинарную. Исходники можно прочитать. Бинарники прочитать намного сложнее. И вообще, таким образом, у нас в нашем хранище, в нашем репозитории будут пакеты только собранные в нем же самом. Что, в общем, очень полезно. И у всех людей будут пакеты собранные в этом хранище. В общем, в этом смысле это именно так. Конечно же, это требует некоторой вычислительной мощности изрядной. Вот. Поэтому, в частности, и поэтому тоже очень удобно предоставлять такие вычислительные мощности кому-нибудь членом комьюнити, который, допустим, собирает, ну не знаю, либровь с пресловутой, да, вот, множество, или какой-нибудь, не знаю, хроминг, вот, из тяжелых программ, или Фред Фокс. Вот. Понятное дело, что ты, если делаешь на каком-то своем домашнем клипком комплекте, это может длиться, там, часами, годами, не знаю, да. А если сборщивница довольно мощная, то там, тот же либровь, у него же есть параллельная сборка. Он может собираться в столько потоков, сколько у тебя ядер на сборщивнице. Наша сборщивница в 32 угла. Ну, он собирается в 30 раз быстрее, правда. Ну, собирается, да, там еще есть всякие проверки, они идут с обычной скоростью, а собирается он в 30 раз быстрее. Вот. Значит, правилюризм. В данном случае правилюризм означает еще и то, что может собираться сразу несколько пакетов. Правда, в этом случае возникают проблемы, связанные с тем, какой из них первый начать собирать, а не изменилась ли сборочная среда к моменту, вот, пакет начал собираться, в это время собираются еще другие пакеты. Пакет закончил собираться, в этот момент сборочная среда изменилась. Может быть, в новой сборочной среде он уже не собирается, надо собрать его еще раз. Вот. Ну, это детали. И, тем не менее, такое тоже есть. Но самое главное, конечно, это проверка свойств пакетов внутри репозитории. Не проверка изолированных свойств пакетов, про которые мы говорили, а проверка свойств пакетов внутри всего репозитория. Не ломает ли наш пакет репозиторий в целом, например, его цель. Проверка свойств пакетов в репозитории. Вот. И это, пожалуй, главный этап согласования, без которого нормальный дистрибутив невозможен. Без которого нормальный дистрибутив держится только на адском послушании, адской трудоспособности людей, которые сказали, у тебя получился плохой пакет, иди пересобирай его еще раз. Вот так, конечно, можно жить, но тяжело. Что можно проверить в свойствах пакета? В свойствах пакета можно посмотреть, например, что можно проверить в свойствах пакета? Сейчас, минуту. А, например, можно проверить так называемый инсталл-тест. Устанавливается ли этот пакет вообще, после того, как его собрают, в конкретном репозитории, устанавливается он или нет. Потому что он может и не установиться. Ну, мало ли, Матени вот так собрал, что все с ним хорошо, только при установке там изникали какие-то ошибки. Он берется с пустой окруженьки, туда этот пакет ставится. Установка, например, проверка установки. Разумеется, в изолированные окруженьки, чтобы ничто не испортилось. Или, ну, не знаю, у меня тут написано про опи, но опи – это все-таки свойства репозитория, а не свойства пакета. Ладно, сейчас я скажу дальше. Значит, да, вот это надо будет попасть, расскажите, что-то странно. Значит, тут еще что-то, потом напишу. На самом деле, еще более важно. Разумеется, все свойства пакета от этого пакета уже вывезли. Главное, конечно, это проверить свойства репозитория. А что делает наш пакет с репозиторием, когда он туда попадает? Особенно в ситуации, когда он замещает более старый пакет. Что-то там такое меняет. И вот тут, конечно, очень много действий, которые можно автоматизировать, и которые потом позволяют из получившегося репозитория сделать хороший из репозиторий. Проверка – свойства репозиторий. Репозиторий. После помещения в него данного пакета. В первую очередь, проверка отмета. Отмета. Неудовлетворенные зависимости. Неудовлетворенные зависимости – это ситуация, что ты ставишь пакет из репозитория, а он не ставится. Почему? А потому что ему требуются какие-то зависимости, которых в данной репозитории просто нет. Я скажу, что, по-моему, на свете существует ровно один репозиторий вообще без аммета. Я имею в виду живое разрабатываемое. Это наш СССР. Почему? В наш СССР вообще нельзя помещать пакеты, которые порождают амметы. Вообще нельзя. Их сейчас там было. И некий механизм обеспечивает неумелечение. То есть тогда было. У нас, значит, ну, как у всех, значит, ну, кладется пакет, там лезут амметы. Значит, добрые люди их считают. Пинают ногами монтейнеров со словами – вот у тебя пакет больше не пакет, потому что он не станет теперь вообще. Вот. Что-то собирается. А потом мы туда внедрили, все тоже гениально, кстати, Алексей Пербин на пару с Дмитрием Лениным. Туда внедрили инструмент, который позволяет количество амметов только уменьшать в репозитории. Но у нас оно только не увеличилось. И оно не увеличилось, не увеличилось, не увеличилось, потом стало ноль, и с тех пор вот не увеличивается. Значит, в чем проблема запрета на увеличение амметов в репозитории? Мы бы собрали новую версию библиотеки. Она ломает одни. Соответственно, все пакеты, которые были собраны со старой версии библиотеки, просто больше не устанавливаются. Они говорят – дайте мне библиотеку старой версии. В Дмитрием, например, на этом счет существует полиси, достаточно разумное, что ты вообще, у тебя нет пакета по имени «Лип библиотека». У тебя есть пакет по имени «Лип библиотека версия». Липа библиотека версия старая представляет библиотеку старой версии, а либо библиотека новая представляет библиотеку новой версии. И таких версий ровно столько, сколько их вообще, сколько у них клиентов. Есть программа, которая собирается со старой, самой старой версией, и окей, значит, вот с ней она и будет собираться. Вот. Это, конечно, приводит к некому замусориванию и к ситуации, когда внезапно получается так, что у вас часть вашего предложения собрана с библиотекой старой версии, а часть с новой. После чего ничего не работает, разумеется. У нас, разумеется, физики такой тоже есть в нашем большом реперритории, но, по большей части, вот эта технология, она позволяет сделать так. Вы, значит, помещаете в сборочницу новую версию библиотеки, она собирается, проверяется, будут ли в хранилище англеты после того, как ее собрали, выясняется, что будут, и всем монтейнерам, которые собирают соответствующий пакет, приходит письмо счастья. Письмо счастья с следующим содержанием. Так. Тут на сборочнице, нам в очереди, стоит пакет, который, при попадании которого в СИЗИФ, вашего пакета будут неудовлетворенные зависимости. Сделайте, дорогой монтейнер, что-нибудь. Например, удалите свой пакет из СИЗИФа, если он никому и вам, в том числе, не нужен. И будет лучше. И присоединяйтесь к этому заданию, то есть, вместе с тем пакетом, с библиотекой, соберите и свой пакет ТОН. Тогда конкретно ваш пакет будет собран с этой библиотекой и, значит, проблема отпадет. Значит, то есть, как следствие, обновление, обновление репестирования происходит кластерами, не одним пакетом, а сразу кластерами пакетов, которые, кластеры, не портят, не порождают объекты вообще. Кластеры. Они у нас называются заданиями. В результате любой пакет из репозиторий устанавливается, и в силу проверки качества пакетов, которые мы говорили до этого, очень многие ошибки, которые обычно возникают, когда вы собираете новую библиотеку, в частности не возникают. Вот. Мы сейчас работаем над чем, чтобы заинтересовались инструментом названием ABI compliance checker, который делается в институте системного программирования. Который не просто проверяет список функций, а проверяет ещё и совместимость ABI вплоть до типов функций. Вот примерно то же, о чём Турбин делал доклад. Но пока что это в стадии исследования. Мы пока не вернули сборку, потому что там очень много накладных расходов получается. Тем не менее, да, даже вот такое требование приводит к тому, что из этого репозитория можно смело ставить пакет. Они точно поставятся и с очень большой вероятностью будут работать как надо, особенно если их потыкать. В рамках всего репозитория ведётся реестр всех предоставляенных всеми библиотеками символов. Соответственно, если собрали какой-то пакет и в результате этого в вашем репозитории символов стало меньше, и это в каком-то смысле нехорошо. А если при этом нашёлся пакет, который эти символы требовал, это просто-таки плохо, потому что у него будут, он перестанет работать. Вот. Как раз вот эти сетвешины они в эту сторону как раз и смогут. То есть идея состоит в том, что если мы собрали пакет, который потенциально может сломать чьё-то объект, то он тоже в СИЗИХ не пускается. С тем же самым диагностиками, будь дорогой, у тебя, значит, появились функции, в СИЗИХ появились новые, пропали какие-то имена, если это требуется с этими пакетами. Дорогие Монтенин этих пакетов, пожалуйста, свяжитесь с этим товарищем, сделайте так, чтобы проблем не было. Ну вот это, пожалуй, две самые важные тишки, чтобы эта история не портится после вывлечения в него соответствующего пакета. Вакуум-хатва, разумеется, накручена довольно много ресурсов сообщества. Ресурсов сообщества. Ну, во-первых, сама сбора жителей является таким ресурсом. То есть инструмент называется герар, ну, можно, или гид.альт она называется. Вот. Можно почитать на соответствующем, ну, у нас на сайте на альтернацион. То есть там довольно много чего можно делать. Очень много что автоматизировано. Рассыта вот этих писямов автоматизировано. Добавление, значит, добавление своего пакета в чужое задание, чтобы они все вместе собирались. Ну, в общем, права на сборку тоже очень важная вещь. Кто имеет право собирать пакет? Ну, долгое время казалось, что пакет имеет право собирать только его Монтенин. Потом выяснилось, что Монтейнер Монтейнеру розет. Один Монтейнер приходит раз в полгода, все пакеты собирает и уходит по полгода. Все это время они вот в таком состоянии лежат. С другой стороны, а другой, наоборот, там вот карпит над каждым байтом этого самого кода этого пакета, там его активно говыряет, там что-то исправляет, ну, в общем, заботятся о нем. Да? На самом деле, проблема даже не в этом, а в том, считает ли данный товарищ, что данный пакет должен собирать только он или он кому-то доверяет. Поэтому в этой сборочке существует достаточно простая система предоставления права доступа на сборку. Некоторые люди имеют право собирать... Вернее так, главный Монтейнер пакета определяет список тех людей, которым он доверяет сборку этого пакета. По умолчанию любой член-тим может собирать ваш пакет, если вы не сказали другому. То есть, сломалась сборка, появилось вот это письмо счастья. Человек, которому нужен вот этот пакет, вызвавший образование кластера, просто сам пересобирает эти пакеты. А что? Как разумеется, надо соблюдать некоторую дисциплину. Но если нигде не написано, что твой пакет собирать нельзя, значит, его собирать можно. И никто обычно не против. Это работа. Есть люди, которые против. Они сами себе честно делают. Ты их приглашаешь, пишешь, лоп, у тебя пакет на цель пустой, я туда не вхожу, будь добр, присоединись к этому заданию, пересобери. И все работа. Вот. То есть, в очередной раз, торжествует принцип в этой линусе, тебе надо ты делать. Тебе надо, чтобы новая версия библиотеки прошла по-другому, пересобирать все пакеты с ней. Те, которые пересобираются. Есть, конечно, неприятности. Вроде того же бетона, да. Когда приходят новая версия бетона, надо пересобирать все бетонные буты. Но вроде у нас все лето шла борьба за то, чтобы попилить на кусочки этот процесс, и вроде сейчас он гораздо менее тяжелый. Не буду сейчас углубляться в подробности. Значит, ресурсы сообщества. Со мной сборщиц является ресурсом. Мне сейчас написали прекрасный бел-интерфейс под названием леверей. Ну, на сайте будет ссылка, да. Разумеется информационный, разумеется, баг-зилла, то есть баг-трекер. Разумеется, информационный сайт, сайт сообщества, а ты на все в данном случае. Как правило, я описываю вещи, которые есть во всех дистрибутивах. Если чего-то в вашем дистрибутиве нет, значит у вас эта задача в вашем дистрибутиве решается плохо. Ну, за исключением прикольно, собственно, брызвец из мотивов типа кенту, где сборщиность, собственно, как и того и не нужна. Вот. Значит, сайт самообщества, списки рассылки, ну и тусовки всякие, джаггер, телеграмма, кондашка, вот это все. Тусовки, где можно потусить, там, початиться со своими товарищами, вопрос задать, и ладно. В общем, вот. Смотрите. Вроде бы дело с финуксом закончено. Что мы можем изделить, что мы можем предположить относительно того, что же такое дистрибутив вообще? Видимо, ничего. Потому что мы сейчас рассмотрели только один вид дистрибутивов, организованный только на одной платформе, а именно на развертывании у них подобной персон-системы. Поэтому для того, чтобы подчинять варианты, нам нужно рассмотреть другие системы дистрибуции, какие-нибудь. Чтобы посмотреть, что есть общего, что различается и почему оно различается. Я рискнул предположить, что я знаю вопросы, на которые надо искать ответы, когда мы хотим знать, почему различаются. Главный вопрос, конечно, кто является пользователем дистрибутива. Напоминаю, что пользователь дистрибутива это не тот человек, который запускает, в данном случае пользователь операционной системы. Пользователь дистрибутива операционной системы дистрибутива не тот, кто запускает программу, а тот, кто дистрибутив устанавливает и монтейн. Тот, кто пользуется top-half в понятии дистрибуции. Доставка, дипломент, сопровождение. Это либо админ, либо человек, который сам в себе админ, который у себя на компьютере что-то много делает, либо разработчик, который работает в комьюнити. В других случаях вот этим пользователем всей дистрибуции может быть и другой человек, например, обычный пользователь. И тогда эта дистрибуция со всей черностью должна быть организована по-другому. Вопрос, кто разработчик дистрибутива. В случае Linux-системы мы имеем дело с комьюнити, довольно большим разношерством, у которой есть задача сделать один продукт в результате. Вот оно является разработчиком дистрибутива. Или же, если дистрибутив какой-то специализированный, то поверх этого еще намазывается какая-нибудь компания, которая, значит, берет и там делает дистрибутив для того, чтобы он продавать условия, но еще что-нибудь в этом дело. В органе нашей компании базаристов. Значит, совсем другой вопрос, а кто разработчик компонентов этого дистрибутива, да? Когда мы говорим про дистрибутив, разумеется, мы говорим про то, что он состоит из каких-то частей. Если это одна тушка, да, один кусок, который можно засунуть и высунуть, то, в общем, это и как бы дистрибутив. Так вот, опять-таки, в флочке Linux мы имеем дело с довольно показательной штукой, что у нас компоненты разрабатываются, не так, компоненты дистрибутива подготавливаются монтейнеры, но монтейнеры базируются на сторонней разработке почти всегда. То есть у нас нет такого человека одного или такой одной компании, которая, бац, изготавливает прямо пакет в Windows. А те, которые есть, они будут немножко странны, да? Ну вот, для того, чтобы поставить... Я, например, не хочу ставить в угловые пакеты, даже RPM совместимые, в свою систему. Если кто не знает, как работает Chrome, Google Chrome, он регулярно из-под суперпользователей сам, без вашего вреда, скачивает и обновляет себя по Chrome. Вот. И это, конечно, ну, как бы, я не хочу, чтобы так происходило в моей машине. Да? То есть, когда пакеты делает сторонний разработчик, это, наоборот, подозрительно. Хорошо, когда пакеты делает член комьюнити в антенне, а сторонний разработчик там себе сидит и счастливо пилит свой обстрел. Это может быть не так для других систем дистрибутов. Следующий вопрос. Зачем вам вообще согласование? Насколько компоненты, которые в экскадроксе стоит дистрибутив, нуждаются в этом согласовании? Возможно, они в нём вообще не нуждаются. Не будут они друг другу мешать, но разве что, если ты их поставишь 100-500, они займут 100-500 кустов памяти. Если у вас такой кирпич на... Ваши дистрибуты такие кирпичики, которые друг другу не мешают. Ну, андроид какой-нибудь. Хотя нет, в андроиде всё-таки есть. Ну, тем не менее, да? Нет понятия зависимости в андроиде нормально. То есть нет. Никто никогда не видел, чтобы вы ставили АПКшку андроиду, а он говорит, а вот без этих 200 АПКшки я работать не буду. Я не видел такого. Они появляются, когда ты его работаешь? У них там в подписи написано, а я хочу ещё вот ту АПКшку. Ну... Ну... Вот. Можно хотя бы об этом поисследовать этот вопрос. Ещё один вопрос. А зачем вам вообще нужна доставка? Или, вернее, по какой причине она нужна и как частная? Например, в прошивке, какие-нибудь, не знаю, на терминал, лучше лишний раз не обновлять. Соответственно, когда вы их обновляете, это не частая работа. И, возможно, не нужно их на компоненты делить. Прошивку старую устил, новую забил. Не понравилось – восстановил старую. То есть, вся вот эта вот процедура с доставкой, обновлением, согласованием, она, в случае, если эта самая доставка нужна раз в полгода, она не нужна или выглядит по-другому. Ещё вопрос. А насколько вообще у тех компонентов, или у того дистрибутива, который в целом, который вы делаете, сложный деплойм? И почему он сложный? Может быть, как в той же прошивке, вам нужно просто взять, раскатать флешку новой прошивкой, и это весь деплойм? Более того, иногда именно так и надо делать, даже если там внутри линус. Вот. То есть, вопрос исключительно в том, как вы предполагаете решать вот все те задачи, которые вы делали в качестве задач дистрибунции. Разработка, согласование, доставка, деплоймент, сопровождение. Я ещё по сопровождению не сказал. А, вот, всё заключается в сопровождении. У меня четыре страницы, это, как обычно, этот самый, как я забыл, как называется эффект? Эффект подписи, да? Если у вас есть текст подписи, у вас текст распечатывается на N листах, на N плюс первом будет платить. Ну вот, да. В чём заключается? Всё. Мне кажется, я даже чуть-чуть перебрал время. Значит, если есть вопросы, задавайте. Потому что в следующий раз мы уже будем говорить, я надеюсь, будем говорить уже не про линус. Будем изучать какую-нибудь другую систему дистрибуции. Окей. Вопросов уже нет. Хорошо. Тогда спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ЧАШЛИС-. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры PW1. системы. Мат去. Мат to Paul Мико. АПЛОДИСМЕНТЫ Немного городом П cui multiplied restor нашим. АПЛОДИСМЕНТЫ ПО.